Значит, это дача, дача, и пацаны гуляют, приехали к чуваку, значит, там все, там шашлычки, там выпивка, все, а тут соседка, она стала готовить, значит, ужин, а соли нет, и она с маленьким мальчиком, значит, приходит, звонит в дверь, ну, в калитку, говорит, пацаны, вы тут гуляйте, там кто так пришел, сейчас пойду посмотрю, открывает, она стоит с мальчиком этим, о, соседушка, что хотели? Говорит, стала ужин готовить, а соли нет, Коля, дай там пачку соли, а вообще зачем вам все готовить, вот заходите, блин, тут все накрыто, шашлычки, вон мальчик, иди похавай, иди хапани что-нибудь, да не, нет, говорит соседка, спасибо, он сыт, да кого он тут сыт, кто его тут тронет? Друзья, вот это же на днях купил диван, ну, подтащил дверь, пол дивана зашло уже, как бы, через рамку двери, я его и так думаю, ну, вроде бы, как бы, померил, вроде нормально диван, легко заходит, я его и так, и так, и так, и так пытаюсь, ничего не получается, ну, никак, я понимаю, что сам я не справлюсь, ну, я иду к соседу Фиме, я говорю, Фима, идем, поможешь мне затащить диван, он, конечно, конечно, одевается, поднимается наверх, берет диван, начинаем мы его заталкивать, и так, и так, и так, и так, и уже пихаем, пихаем, я думаю, да что ж такое, ну, сам да, ну, Фима, помогай, откажешь так, говорю, Фима, ну, что ж такое, он говорит, не, Володя, так мы его никак не вытащим, блин. Я такой, знаешь, трохи так, когда сусід до сусіда прибегаю, значит, пляшку несе, кусок сала, то я говорю, что случилось, будем святкувати, так, а что случилось, а памятаешь, когда ты мне на зло выкликал ворожбичку ту бабу, бабу ворожей эту, когда я сажал свой огород, дерева, дерева сажал, ну, ну что, ну, ну, все ж бачили, как она кричала, хуй выросла, хуй выросла, и так, и так, и так, и все дерева сгнили, так, а чего радоваться, так, хуй-то выросла. Мужик заходит в подъезд, говорит, боже мой, кругом ужас, здесь грязь, здесь насрано, фу, здесь ужас, ужас, тупить негде, кошмар, ну, что за люди, не люди, а хуй на блюде, о, вот чистое место. Коля, что такое грустный, да это капец вообще, я не знаю, блин, да что случилось, да соседа, сука, ну, надо убить просто, грохнуть козла, блин, да что случилось, говорит, что случилось, пока я на рыбалке, он мою жену трахает, как только я дома, он мои сети трусит. Фима, Фима, а ты видел вот это наших новых соседей, да, ой, он такой обходительный, интеллигентный мужчина, симпатичный, а она, она просто прелесть, тоненькая, все хорошо, у него такая попочка, да, он все время щиплет ее за попочку, забратил внимание? А что ты так Фима не делаешь? Роза, ты что? Я с ней даже не знаком еще. Встречаются двое на лестничной площадке, доброе утро, соседа, да не совсем доброе, что случилось? Да вы мне всю ночь спать не давали, в смысле? Ну, у вас там за стенкой такое ржание, блин, слышно было, как будто вы не девушку привели, а лошадь. Он говорит, слушайте, хорошая мысль, в следующий раз надо девушку привезти. Деревня, и живет старый мужик Кузьмич, и вот к этому мужику все время бегают молодые девки. И один молодой парень не выдержал, думает, как так, я вот молодой, я этот старик, и к нему постоянно все девки. Он приходит к этому, говорит, Кузьмич, а что ж такое? Я объясни, чем на тебе так помазано, чтобы тебе девки все время молодые бегают? Не знаю, сказал Кузьмич. И языком облезал брови. Встречаются два друга, один говорит, о, привет, колянчик, как жизнь? Слушай, а что ты такой помятый? Так, говорит, представляешь, соседка всю ночь спать не давал. Да ты что? Говорит, ну да. Три раза за ночь приходила в ночной сорочке, блин, то ей картошку дай, то ей редиску дай, то ей лука дай, блин. Ну а ты что? А что я? У меня что, в квартире огород что ли, блин? Три часа ночи к соседу сверху звонок в дверь. Сосед открывает дверь, говорит, здравствуйте, это вы, голубчик, так шикарно, играйте на рояле. Говорит, да, простите меня, у меня просто концерт, и я вот репетирую. Да ничего, ничего, это Моцарт. Она говорит, да, шикарно. Говорит, у вас тоже музыка растрогала? И музыка тоже. У меня еще и теща повесилась. Пришел сосед дядя Фима к папе, они там сели, выпили, а Малой все время бегает, слушает, что они там взрослые разговорчики там всякие. Ну дядя Фима ушел, и Малой такой подходит, говорит, папа, а вот это правда, что ты сказал, что дядя Фиме вот это вот, ты сказал ему, я слышал, что вот старый друг лучше новых двух, правда? Правда, сынок. Но хочу тебе открыть одну истину. С подругами все наоборот. Это у Елизара Исааковича сосед был СБУшник. И постоянно, когда он его встречал, он с ним культурно здоровался, вежливо говорил, добрый вечер. И так утром он его встречал, он, добрый вечер, в обед встречал, он, добрый вечер, вечером встречал и то же самое, добрый вечер. И вот однажды не выдержал этот СБУшник и обращается, говорит, Елизара Исаакович, я понимаю, вы, конечно, вежливый человек, все время со мной здороваетесь, но почему вы все время здороваетесь и говорите, добрый вечер? Ой, вы знаете, когда я вас вижу, у меня в глазах темнеет. Две подружки идут к одной домой, и одна говорит, слышь, Клава, я что-то не поняла, а что это бабки, которые сидели возле подъезда, когда тебя увидели, разбежались? А я сегодня утром, понимаешь ли, вышла на опережение. Выхожу из подъезда и говорю им, ну что, проститутки, ждете своего наркокурьера? У семьи Петтиховичей считается люстра. Сара выходит и до Фимы говорит, Фима, ну за что этой засранки, вот этой вот, Господь все дает, я не понимаю, что это такое? Чего ты кричишь, Сара, что случилось? Ты смотри, что с люстрой творится. Говорит, что с ней творится? Она шатается так, просто шатается. Говорит, что просто шатается, посмотри, дядя Фима даже под эту люстру шатается, тихо, не надо, дядя Фима просто был на корабле, у него еще до сих пор осталась такачка, он не может от нее сбавиться. Ой, я не знаю, ну за что ей такое, вот попочка никакая, и этот Миша к ней приходит тоже, что это, шмо до нее, да вот смотреть жалко. А смотри, что вытворяют, тихо, ну Сара, ну скажи, ты хочешь такого же? Говорит, ну да, хочу такого же, садись у кресла, я перед тобой торшер покачаю.